книга открытым оком тема ереси секты вопрос 432 может ли у сектантов произойти встреча с христом или же это не истинный церковный опыт отвечает игнат тихоныч лапкин сект очень много насчитывает более 7 тысяч исследователи находят что каждые две недели появляется новая секта есть секты признающие учения о святой троице вечное мучение душ душу то есть фактически признающие 6 вселенских соборов есть нечто этого не признающие спасение в вечности зависит только от бога а не от того что я сделаю заключение о ком-то или а они а мне как из истовые староверы о всех они уже полностью знают что не коня не столь неугодны богу что будут только в аду что не так палец прижали или вытянули но согласно библии вопреки ее учению без принятия христа своим спасителем никто не спасется выражение встречи с христа включает следующие признать себя окончательно и бесповоротно на веки погибшим грешником в этом вопросе многие сектанты например баптисты понимать намного правильнее чем православные у православных принято считать что 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 человеческое естество повреждено грехом и выправить его может только батюшка и на вопрос приходящий в храм что нам делать ответ всегда одинаков как у старобрядцев переходи к нам нелестно посещай храм прими наше крещение исповедание наши обряды наши ходи на исповедь к нашему батюшке и он тебе все расскажет что надо делать а батюшка скажет постись ходи на исповедь причащайся твори милостыню читай акафисты то есть православная церковь занимается ремонтом грешника капитальным и текущим то есть марафетит мертвеца наводит лоск на труп пытается влить новое вино в старые мехи а это есть дьявольская ложь обман и самообман такие прихожане за город за гробом обрещут лишь смерть встречи со христом не произошла исполнение и водительство духом святым безличные встречи со христом недостижима библия учит так все до единого люди на земле между мертвы бесповоротно и навечно оторгнуты от бога бытие 2 глава 17 стих одри от дерева познания добра и зла не ешь от него ибо в день в который ты вкусишь от него смертью умрешь ищися нам 2 глава 5 стих и нас мертвых по преступлениям оживотворил со христом благодатью вы спасены лука 15 глава 32 стих а о том надо было надо было радоваться и веселиться что брат твой сей был мертв я жил пропадал и нашелся откровение 20 глава 5 6 стихи прочие же из умерших не ожили доколе не окончится тысячи лет это первое воскресенье блаженный свят имеющий участие воскресенье первым над ними смерть вторая не имеет власти но они будут священниками бога и христа и будут царствовать с ним тысячу лет возвратившийся блудный сын был мертв на воскреск ожил возвратившись к отцу от первой духовной смерти наступивший в раю должно быть и первое духовное воскресенье раскаявшись в грехах сознательно со слезами не гала не головная только вера он же ожил в первом воскресенье выходя из вод крещения как говорит кирилл южесалимский из как из гроба он восстал а мы в грехи деяние 22 глава 16 стих и так что ты медлишь встань крестись я мой грехи твои призвав имя господа иисуса библия приводит человека в сознании непоправимости человеческими силами катастрофы происшедшие в раю слово боже доводит доводит человека до сознания этой истины в течение пяти с половиной тысяч лет и дает робкую надежду что еще не все потеряно что еще придет никто кто возьмет на себя грехи мира и сайя 53 глава ответит за ответит за каждого человека своими страданиями римлянам 6 глава 23 стих и вас ибо возмездие за грех смерть а дар божий жизнь вечная во христе иисусе господи нашим этот стих известен всем сектантам но неизвестен православным служителям рекием смерти пропитывает каждую строку ветхого завета доведя человека до полного отчаяния слово божье поднимает к небесам взгляд надежды грешника диане 4 глава 11 стих он есть камень пренебрежены вами зиждущими но сделавшиеся главой угла и нет ни в ком ином спасение ибо нет другого имени под небом данного человеком которым жалобы нам спастись и она 3 глава 3 6 стих верующий сын и имеет жизнь вечную они верующие сына не увидят жизни но гнев божий пребывает на нем слова не мама иная помощь и развить тебе слова не и мамы иная помощь и развить тебе то есть нет ни в ком ином помощи кроме тебя применимы только вах к христу но не к божьей матери не к ангелу хранитель или святым написавший эту молитву не знал и не видел библии эта молитва должна быть запрещена как антихристианская а ее в православии употребляют на каждом шагу ко всем канонизированным людьми людям дух святой коснувшись сердца человека указывает на дар божий во иисусе христе который по любви добровольно согласился ответить за наши грехи искупить нас стать нашими заместителем стать нашим заместителем жертвы именно за мой грех весь новый завет призывает усвоению жертвы христа лично каждым человеком чтобы человек поверил не ложному обещанию отца и принял христа как личного своего спасителя чтобы человек не стал советоваться с плоти и крови то есть не с какими наставниками учащий учащими иначе галатом 1 глава 16 стих открыть во мне сына своего чтобы я благовествовал его язычником я не стал так даже советоваться с плотью и кровью галатом 1 глава 8 9 стихи но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то что мы благовествовали вам да будет анафема как прежде мы сказали таки теперь еще говорю кто благовествует нам не то что вы приняли да будет анафема склонившийся в молитве перед крестом голгофы прямо к кресту обращается верю принимая согласен со всем что говорит слово твое живые во мне с отцом твоим обещая служить тебе доброй совестью не помню ни одного своего доброго дела оживи меня воскреси меня и заделай твоим чудом это есть встреча с христом когда авторитет священного писания ставит ни во что все остальные авторитеты ясно что под такую картину более подходят сектанты нежели православные а это есть первая ступень шествующая на небо пилигрима далее сектантам нужно указать на их ошибочность доказать им что они ей что они не есть церковь но секта что у них нет закона рукоположенного священства а следовательный таинств а значит и надежды на спасение сектанты любят господа и любит библию но отрицает церковь и опыт церкви засыхают на первой ступеньке встреча со христом у них произошла но входа в церковь нет из истины нет и жизнь угасает это видно по духовному состоянию практически всех общий топчутся на месте их проповеди не меняется ни вчера ни третьего дня нет разумения писания не целомудренного отношения к библии они ее буквально рвут выворачивают как лазарь кунцевич миссионер сказал обращаются со священным писанием как шут с бубенчиками как эквилибрист на театральной сцене так они не благоговейно обращаются с великой библии православные пытаются двигаться не воскресший из мертвых не имея личной встречи со христом необходимо поделиться и принять друг от друга то что не достает каждому это не экуменизм а жизнь во христе и жажда этой жизни